Приветствую вас. Если принимать в расчёт вот то, что у нас есть, да, а есть у нас по ссылке только ваш текст, больше ничего, причём небольшой текст, достаточно короткий, маленький, вот. То, какое впечатление вы производите? Впечатление вы производите человека, который себя потерял. Впечатление вы производите человека, который, ну, которого раздрай в душе. Которого мотают вот из стороны в сторону, как маятник. Человека, который качается на эмоциональных качелях. То есть, что всё плохо, что всё хорошо. Человек, который не чувствует стабильности в душе, не чувствует стабильности во внешнем мире. Человек, который не ощущает этой самой стабильности в душе и во внешнем мире. То есть, это всё происходит, вот, это всё чувствуется от вас, от вашего текста. И сказать по правде. Сказать по правде. Как ребёнку-то лучше вас в этой ситуации. Если у вас такая история. Нет, ну, вы, конечно, можете сказать, что это из-за ребёнка происходит. Всё. Ну, это будет по меньшей мере неправда. Вот именно по меньшей мере неправда. Это будет. Потому что ребёнок-то здесь ни при чём. Как бы. Если с вами что-то случилось, да, то ребёнок, он, может быть, послужил катализатором. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, ответственность на себя, брат, за то, что происходит. Вы не хотите. Пока что. На данный момент. А ребёнку приходится как-то выживать. И я здесь не шучу. Ребёнку действительно приходится как-то выживать. Выживать в этом хаосе, в этой нестабильности и так далее. И не надо понимать, что ребёнок хочет. Ребёнок сам может сказать то, что он хочет. Важно понимать, что хотите вы. И делать что-то для того, чтобы то, чего хотите вы, реализовывалось. Понимаете? Вот это, это ваша задача. Это ваша задача привести себя в порядок. Понимаете? Если родитель кричит на ребёнка, ну как такого родителя можно воспринимать всерьёз? У вас ребёнок уже, по сути, привык к тому, что вы кричите. У вас ребёнок, по сути, не воспринимает вас всерьёз. Ну на данный момент вот такой, а, значит, как родителя. Да? Ребёнок не воспринимает вас всерьёз. Ребёнок не воспринимает вас всерьёз. Почему? Потому что вы непоследователь своих действий. Понимаете? Понимаете? Да, это неприятно, то, что я говорил. Да, это подразумевает, что проблема у вас, да. Да, к сожалению, это так. Но к ребенку до претензий предупреждать можно только после того, как разобраться в себе. А у вас, как минимум, получается, что ребенок, как бы, да, ребенок, как бы, влияет на вас. То есть, ребенок ответственен за то, что вы чувствуете. Правильно ли это? Мне кажется, нет. Адекватно ли это? Мне кажется, нет. Перенос ли это ответственности на ребенка? Да. Перенос. Понимаете? Какая история. Вот, собственно, то, о чем вам, вам стоит подумать. Вы даже говорите, что, вы даже спрашиваете, да, нас вот, как себя в руках держать. То есть, это то, что вас волнует. Не как раскрыть себя, да, и свои, ну, желания, да, свои потребности. И не как обрести гармонию, ну, вот, ну, как какую-то, да, вот. А именно, именно вы задаете вопрос, как себя в руках держать. То есть, как себя подавлять. Ну, вот, ребенок и реагирует на ваш посыл к подавлению себя и... подавлению его. Не нравится ребенку то, что вы, ну, скажем так, призываете его к тому, чтобы он себя подавлял. Вот, пусть и не специально, но мне нравится. Понимаете? Вот. Поэтому здесь нужно вот исходить именно из этого аспекта. Здесь нужно исходить именно из этого аспекта. Вот. Да, вообще. Почему ребенок говорит, да, да, я специально, с улыбкой? Защита. Это, немного, немало, является психологическая защита. Потому что, возможно, ребенок уже защищается сейчас. От давления, которое на него оказывается. То есть, опять же, поймите правильно, не хочу вас обвинять. Просто хотелось бы показать вам ситуацию, такой, какая она есть. Вот. То, что ребенок от хорошей жизни не будет, как бы, вести себя так. А вы, если бы находились в, ну, гармоничном, удовлетворенном состоянии, вряд ли бы реагировали на такие вот попытки. Попытки ребенка, да, ну, значит, как-то вот себя проявить. То есть, ну, границы, границы, границы назад, свои границы, прочувствовать. Вряд ли, вряд ли, вряд ли вы, ну, реагировали бы, реагировали бы, так, негативно. Понимаете? Вот. Но это все история, это все история, это все история ваших отношений. Это все история становления ваших отношений. Если угодно. Если угодно, если удобно. Вот. Понимаешь? Какая, какой момент. Вот. И, все это нужно исследовать, на мой, на мой взгляд. Потому что на ребенка это все влияет, негативно достаточно. Влияет. Но, конечно, сперва нужно привести в порядок себя, безусловно. Вот. То есть, не держать себя в руках, как вы говорите, не зажимать себя, не подавлять себя. Да? Вот. А именно раскрыть, раскрыть себя. Свои чувства, свои желания. Больше, может быть, ну, там, думать о себе. Вот. Больше думать о том, что вам хочется. Что вам нужно. Понимаете? Это все важно. Вот. А ребенку, соответственно, ребенку, соответственно, нужно. Нужна не только мама. Да? Вот. Не только мама нужна ребенку. Но и... Отец. Мужская фигура. Понимаете? И от того, насколько мужская фигура участвует в жизни ребенка, зависит в том числе и его развитие, к сожалению. Поэтому поставьте своей главной целью сейчас привести себя в порядок, навести порядок как бы, ну, у себя в сознании. Вот. И уже потом, после этого, можно будет о чем-то говорить. Можно будет говорить о поведении вашим с ним. Вот. Подумайте, что вы хотите. Подумайте, что вам, ну, ждем вы не удовлетворены. Как бы вы могли это реализовать? Что бы вы могли сделать для того, чтобы это реализовать? Ну, и... И так далее. Если не знаете, если есть внутренний конфликт, если боитесь, страшно, чувствуете себя покинутой, брошенной и так далее... Поможем. Обращайтесь к любому из психологов, мы вам поможем. Вот. Вот что значит достучаться до ребенка? Ну, взять ему позицию или сделать так, чтобы он вас услышал? Чтобы он вас услышал, нужно, чтобы вы себя услышали. Чтобы он вас услышал, нужно последовательное поведение, последовательное проявление своей позиции. А это как бы не так просто сделать. Если вы не уверены, например, в себе, если вы сомневаетесь в себе, если у вас, ну, есть сложности с тем, чтобы... Ну, сложности с гармонией в себе. Понимаете? Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.